Александр Кокорин и Павел Мамаев влипли в очередную неприятную историю. Гол 24 рассказывает о похождениях пафосной парочки, после которых им, пожалуй, придется завязать с футболом. Подпишись на наш канал и не пропускай новые видео. Пиши свой город в комментариях и, возможно, он появится в следующем ролике. Начало дружбы Кокорин и Мамаев подружились в 2008 году. Тогда 20-летний Павел только обживался в ЦСКА, а 17-летний Александр делал первые шаги в команде «Динамо». Ну а о крепкой дружбе футболистов широкая общественность узнала в 2012 году. Тогда Кокорин и Мамаев буквально взорвали сеть очень странными фотографиями с отпуска в Майами. После этих снимков их даже подозревали в нетрадиционной ориентации. Парни отшутились. А Кокорин твитнул, что на концерте облил шампанским рэпера Лил Уэйна, после чего завязалась драка. Правда это или нет, никто не знает. Но тогда уже стало понятно, что молодые люди не прочь гульнуть на широкую ногу. Видео создано при поддержке 1xBet. Надежный букмекер с отличными коэффициентами и быстрыми выводами средств. Ссылка в описании. Монте-Карло Ноевро 2016 сборная России жестко провалилась. Была разгромлена Уэльсом в последнем матче группы и отправилась домой. Уже в самолете тогда еще игрок сборной Павел Мамаев выложил в инстаграм пост с характерной подписью «Жду говна в комментариях». Ему устроили подобное, но он не остановился. Спустя несколько дней в интернете появилось видео, где Павел вместе с Александром проводят время в элитном заведении Монте-Карло Твига, а им под гимн России выносят бутылки шампанского за 250 тысяч евро. Общественность резко раскритиковала зазвездившуюся парочку, которая после лютого провала с шиком праздновала и отдыхала. Кокорин и Мамаев были сосланы в дубль и отлучены от сборной, а позже принесли публичные извинения и кое-как реанимировали свои карьеры. На время страсти поутихли, Мамаев стал стабильно играть за Краснодар, а Кокорин в один момент и вовсе стал лидером «Зенита». Но! Усы Черчесова На Кубок Конфедерации 2017 Кокорин не был вызван в сборную. Тогда он и правда этого не заслуживал. Как и Артем Дзюба. По слухам, у обоих были напряженные отношения со Станиславом Черчесовым. После матча с Мексикой в Инстаграме появился пост, где Кокорин и Дзюба с довольными ухмылками изображают рукой усы. А еще присутствовала подпись «Месседж» — одно из любимых слов Черчесова. Намек был понят. Оба передали издевательский привет главному тренеру сборной после вылета с турнира. Артем и Александр получили очередную порцию критики. И на время выпали из обоймы национальной команды. Тем не менее, Дзюба сумел туда вернуться и стать в итоге героем. А другой, ну вы сами знаете. Стрельба из пистолета Дело было в декабре 2017 года в Ингушетии на свадьбе друга Кокорина Алана Чочиева, футболиста крыльев Советов, с которым они дружат еще со школы Локомотива. Не самый вопиющий случай. Александр выставил фото с пистолетом из Торис, где стреляет из оружия в воздух. Казалось бы, ничего необычного. Только репутацией клуба вновь был нанесен ущерб. А Кокорин показал, что живет, по всей видимости, по своим законам. И не понимает, что можно, а что нельзя. Десять лет дружбы Ну вот и добрались до истории, которая всколохнула весь российский футбол. Все началось после матча «Зенита» и «Краснодара». Мамаев в нем, кстати, забил, а Кокорин поспешил поздравить его с этим в Инстаграме, а заодно и Владимира Путина с днем рождения. В хэштеге значилось «10 лет дружбы». Его-то парочка друзей и поехала отмечать в Москву. Блогер и стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что пересекся с парнями в Сапсане, где они, цитата, люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло. Совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча. Но это было только начало. Приблизительно в 7 утра следующего дня Кокорин и Мамаев с компанией друзей вышли из клуба и напали на водителя, припаркованного рядом автомобиля за то, что он им сделал замечание. Игроки били бутылки, и стекло летело в машину. Шофера жестоко избили толпой, и он попал в реанимацию. Затем ГОП-компания отправилась в кофейню, где по тому же сценарию схлестнулась с посетителями кафе. Хотя по-хорошему это снова было избиение. Оказалось, что пострадавший был депутатом Минпромторга Денис Пак, которому Кокорин зарядил стулом. Чиновник отказался идти на мировую, а его помощники передали видео случившегося полиции. Теперь футболистам светит реальный срок. А Краснодар и Зенит уже заявили, что к игрокам будут применены максимальные санкции. Клуб Галицкого и вовсе намерен любыми способами расторгнуть контракт с Мамаевым. 11 октября Кокорин и Мамаев предстали перед судом. Ближайшие два месяца оба проведут в СИЗО Бутырка до окончания следствия. Если футболистов обвинят по статье хулиганства и причинении тяжкого вреда здоровью, им грозит реальный срок. До семи лет лишения свободы. Но вполне вероятно, что в ближайшее время и СЦИ и подсудимые пойдут на примирение сторон. Тогда все может ограничиться штрафом и условным сроком. Правда, разрыва контракта с клубами им похоже не избежать. Российский футбольный союз уже рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Кокорина и Мамаева. Мы не будем в очередной раз говорить о том, как низко пала эта парочка. Лучше всего в этой связи высказался тренер локомотива Юрий Семин. Российский футбол это Акинфеев, Черчесов, Березуцкий, а не Кокорин и Мамаев. Футбол это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране. Повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию. В прошлом видео мы спросили вас, мы уже привыкли к тому, что Луис Суарес удалялся за укусы своих соперников? Все мы помним Баккала, Ивановича и Киеллини. Друзья, сколько футболистов на самом деле укусил Ругвайц? Ответ. Как выяснили британские СМИ, Суарес кусал не только Баккала, Ивановича и Киеллини. Выступая за Националь Монтовидео, Луис укусил еще пятерых игроков. Но футбольные власти у Ругвая не предавали огласке эти случаи, чтобы это не отразилось на репутации Суареса. А теперь следующий вопрос. В АПЛ тоже играл футболист Дебошир. Он дрался, плевался в соперников на поле, попался на ставках, много пил и насмехался над Неймаром и Ибрагимовичем. О ком идет речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok